привет всем друзья сегодня у нас обзор городского рюкзачка такой марки low pro вот такой вот небольшой черный рюкзачок ну давайте про него начнем поговорим рюкзачок у нас небольшой объемом я думаю но до 20 литров вот больше подходит конечно для городских целей ну там перенести ноутбук скажем закинуть каких-то там пару бутербродов но образно говоря вот ничего серьезного да то есть не про какой экстрим и не про какой там бушкрафт речи не идет вообще ну что ж давайте посмотрим какие у него внешние отличительные черты значит плюсы плюсы рюкзака ребята в том что молния хоть и не влагостойкая но защищена сверху материалом нейлоном на пене на переднем клапане передней панели имеется карман давайте посмотрим вот такой карман скажем так не то чтобы сильно глубокий но положить что-то небольшое вот вполне возможно что касается у нас боковинки вот рюкзак имеет глубину 10 сантиметров то есть ширина боковинки до десяти я бы сказал тут где-то сантиметров будет 8 вот имеется боковой карманчик на такой вот резиночки да ну карманчик для чего ну скажем так давайте попробуем вот карманчик если мы положим обычную вот такую вот бутылочку воды да то есть видно да вполне она заходит как бы ну все как бы пляшет никаких у нас проблем с боковым карманчиком нет сделанным таким образом что растягивается по нужному вам размеру так что у нас на тыльной стороне со стороны спины со стороны спины у нас фирменный logo low pro и такая вот пористая мягкая часть дышащая да то есть шансы чтобы пропотеть и с таким рюкзаком ну как минимум сокращены к минимуму вернее да что хотел сказать еще друзья рюкзак рюкзак у меня уже больше наверно трех лет позитива от него очень много практически везде я с ним прошел я вам больше скажу даже вылазил на небольшие такие вот вылазки походы рыбалки хоть он и не приспособлен особо но не объемом его вполне хватало так вот да на 23 часа выйти куда-то на природу там посидеть какой-то пикничок устроить так фастексы фастексы тоже у нас вот фирменные видно да фирменный значок low pro мне бы сказал что эластичные хорошие как бы но никаких проблем с фастексом нет шлейки здесь у нас такая вот я бы сказал ребята массивная ручка очень объем места такая вот есть за что взять да вот и шлейки шлейки тоже подкреплены фирменным logo здесь проемчик ну скажем так стропа да можно что-то полезное зацепить сшиты вот видите да такие вот двое двойном двойным швом таким вот для надежности дальше левая сторона левая шлейка у нас вот с таким вот карманчиком ну карманчик небольшой очень маленький тоже как бы на резиночке может как бы увеличиваться на определенную там глубину но много вы сюда не положите я бы сказал что какая-то вот зажигалка что-то маленькое что-то такое вот мало мало весомая сюда влезет дальше ну давайте посмотрим непосредственно главное отделение да и так главное отделение у нас идет вот с таким с такой рабочей панелью ручки карандаши мобильный телефон карманчик кармашек для всяких мелочей но еще и под ним какой-то кармашек тоже есть карабинчик для ключей продумано тоже приятно конечно карманчик сеточка у нас на молнии вот такая тракторная молния вот ну и основное отделение основное отделение имеет два вот таких вот кармана и один большой ну я думаю что сюда бы но вот если будет видно не знаю видно вам не видно вот довольно таки вместительно ну какие-то вещи что-то такое вот небольшое думаю сюда поместится вот ну в принципе все про большое отделение больше как бы говорить то нечего давайте посмотрим на отделение для ноутбука которая у нас находится в стенке я бы сказал так что ближе к спине да вот тоже она у нас на молнии заметьте кстати молнии вот выполнены вот в таких вот прикольных капельках легко хватаются легко тянутся проблем нет так видите да продумано стеночка то есть стеночка защищающая наш ноутбук от верхних каких-то ударов сколов там прикосновений разных да то есть ничего у нас сверху не будет угрожать нашему ноутбуку вот ну и само отделение обычное стандартное отделение под ноутбук вот ну что еще хочу сказать про него интересного хорошего кстати да вот давайте еще вот такой момент посмотрим при его я не знаю стирки я вам скажу честно я уже его стирал два раза за все его время эксплуатацию что здесь здесь у нас в середине видите друзья идет такая вот панель мягкая она уже у меня оторвалась вот это пластмасса такая но где бы стал не пластмасса вот что-то жесткое наподобие наподобие вот такого вот карбонового листа вот и к нему прикреплена пенка вот это вся часть держит нашу стенку вот теоретически если ребята эту часть мы забираем она вынимается как вы понимаете вот объем может несколько увеличился но это в случае если мы не грузим его ноутбуком там планшетом и так далее то есть тогда можно нагрузить всякими вещами объем увеличится естественно полезного пространства будет больше ну что вот такой вот рюкзачок вот такой вот помощник я бы сказал что всем я доволен в нем вот и просто надеюсь что прослужит мне все-таки еще не один год ну все на этом друзья будем прощаться вот думаю обзор вам понравился всем спасибо за просмотр и до новых встреч пока